Каска. Немножечко введение такое расскажу. Почему Каска, почему именно сейчас? Ну, я надеюсь, что вы периодически следите за что происходит в нашей экономике, что вообще, где, как, зачем и почему. И вам сейчас опять же простые буллеты напомню, я их периодически напоминаю, но еще раз напомню. Да, совсем недавно, буквально на днях, ставка рефинансирования Центрального банка 8,25. Это значит, что банки могут кредитоваться под такую процентную ставку. Чтобы вы понимали, в разгар кризиса это было 17, да, то есть уже, ну, грубо говоря, меньше, чем в два раза. То есть на 50% как минимум эта ставка рефинансирования упала. До кризиса, вот если честно, я не помню до кризиса, но где-то там 11, может быть, 10% было. То есть я, если я правильно помню, я никогда в жизни своей не видел в России вот такой ставки рефинансирования. То есть это можно такой сказать рекорд. То есть это можно сказать рекорд. Соответственно, ставка рефинансирования у нас получается 8,22, 8,25. То есть это, если я правильно понимаю, самая низкая ставка, которая когда-либо была. Что это нам дает? Что это нам дает? Как вы думаете, вот такая ставка 8,25, нам, страховщикам, как от этого, тепло или холодно, или на что это вообще влияет? Если такая ставка рефинансирования у нас будет 8,25. Что это нам дает? Что это нам даст вообще? Если мы занимаемся страхованием, при чем здесь вообще кредиты? Как это на нас повлияет? На автокредит влияет? Да, совершенно верно, то есть здесь очень-очень-очень сильное влияние именно на автокредиты, то есть понятно, что у государства есть всякие поддержки и так далее, но в конечном итоге стоимость кредита становится меньше. Давайте я вам, наверное, покажу это. Давайте я вам покажу на примере. Сейчас найдем какой-нибудь волшебный калькулятор, чтобы вы видели, как, соответственно, это может работать. Давайте, калькулятор, кредитный калькулятор. Сейчас я включу вам демонстрацию и покажу, как это может работать. включил демонстрацию демонстрацию fullscreen плюсики поставьте если видно так плюсики если видно уме если пошла демонстрация да вот смотрите заходим на на кредитный калькулятор и вводим здесь ну давайте возьмем миллион рублей миллион рублей стоимость автомобиля 1 2 3 допустим на пятилетний кредит пятилетний кредит вот смотрите сейчас даже по ставке рефинансирование сделаю хотя на самом деле это так не будет ставка рек ordensino хотя может быть какие-нибудь программы там со скидками и тогда ли тоже можно вот смотрите сколько будет ежемесячный платеж если мы сделаем сумка кидается миллионы 60 месяцев 60 месяцев у нас будет но это опять лет кредиты процентная ставка будет 15 смотрите что получается получается что я же сумма ежемесячную платежи получается 24000 853 рубля То есть является ли эта сумма для большинства семей неподъемной? Конечно, 24,825 платить в месяц, но это достаточно существенно, тем более, если мы возьмем первоначальный взнос, даже какой-то применим при стоимости миллиона, ну давайте возьмем 900 тысяч рублей, допустим, какие-то такие, 1, 2, 3, то в итоге получается у нас 22,3 тысячи, то есть это так много. Плюс надо не забывать, что есть налоги на автомобиле, есть бензин и тому подобное. Понятно, что это дорого, то есть для многих семей такой автомобиль дорог. Но скажите, пожалуйста, сколько сейчас стоит новый автомобиль, сколько сегодня стоит новый автомобиль, более-менее хороший там новый автомобиль. Да от 800 до 900 тысяч начинает двигаться, как раз таки примерно столько. не этот 500 откуда от 500 батон что ты хочешь взять 222 109 и за 500 может или андрей тоже вот что за 700 какую машину ты можешь купить нет микки урио не соответственно не кирилл не что там у нас не хунда и солярис уже не стоит таких день пола за 700 ну может быть может быть там надо посчитать но мне кажется уже таких цен нет то есть нормально все под миллион все уже 800 там 900 тысяч какой-нибудь автомат и так далее то есть до кризиса эти машины продавались там по 550 по 600 тысяч рублей сейчас они там не под миллион да и соответственно под ставку 17 процентов после кризиса ну вообще нереально было что-то сделать а давайте посмотрим если мы здесь изменим ставку 8 там кстати будет он с точкой рассчитывать 825 допустим и поставить смотрите друзья сразу ну страны не то что прям конечно резко но тем не менее до 18 тысяч рублей снижается кстати да по ипотеке боль больше снижается чем по автокредиту но тем не менее соответственно 18 8 но не знаю почитал правильно меня 18 25 да но все таки видимо не так сильно снижается ну по крайней мере 4000 рублей в месяц надо платить меньше да если тогда было 22 300 22 300 то при такой ставке рефинансирования получается получается грубо говоря 18 но есть еще всякие скидки всякие там разные фишки от салонов и так далее так далее и тому подобное в принципе ну там ставка она вообще может быть там а ну-ка давайте посмотрим если ноль если нам ничего не даются не даются сколько ежемесячно будет платить на нету такого да ну давайте а если 0.1 он не читает под 0 0.1 давайте вот такая вставочка ладно давайте один процент хотя бы возьмем то есть всякие скидки и когда проценты за нас платят а что я неправильно делаю почему он одновременная комиссия не туда поставил все прошу причем сюда надо поставить да то есть максимально то есть просто сумма очень конечно большая 900 тысяч максимально это 15 15 385 может быть это это если просто в рассрочку без процентов платить ну это маленький маленький один процент поэтому конечно же конечно же процент на ставка снижает стоимость автомобиля но она ну то есть ежемесячный платеж но они делали бесплатно но есть второй фактор да второй фактор который влияет сейчас на рынок это цена на нефть друзья но опять же кто наблюдает не наблюдает я снимать на этим смотрю цена на нефть уже больше 60 больше 60 долларов за бар да что это означает как вы считаете как вы думаете что означает цена цена на баррель более 60 и более 60 долларов что это означает что это означает для нас опять же страховщиков когда вот такая цена на нефть сейчас есть программа субсидируем процента ставки программ да 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 ну там три месяца три года может быть но тем не менее все это друг на друга накладывается там потому что люди например психологически не готовы там 12 процентов платить рим бахом там еще на процент скинули ну все давай давай сделать рубль должен укрепляться да совершенно верно алексей рубль должен укрепляться сейчас видно что центральный банк его по ходу поддерживает до по ходу поддерживает на уровне 58 почему потому что он и при 55 был 58 и при 60 тоже 58 типа как бы не влияет все влияет из рано или поздно вот эта выручка которая сейчас продается цена за 60 она еще не пришла в россию выручка эта валютная то есть доллары в россии еще не пришли они пока еще продаются там обычно там через два-три месяца эти мне продажи повышенные продажи начнут приходить в нашу экономику я не помню может быть год назад можем полтора я как-то считал суммы которые насколько мы в день начинаем продавать больше или в год насколько мы начинаем продавать больше преувеличение цены цены нефти на один доллар там миллиарды выходит надо будет еще раз посчитать чтобы понимали естественно это все это все влияет на курс и в конечном итоге понятно правительство слишком слабый курс не нужен они хотят чтобы развивалась производство развивалась и так далее импорта не было но если мы посмотрим то большинство машин конечно же у нас в россии хоть и собираются но очень сильно зависит от курса доллар те же самые те же самые лады весты кто кстати видел и смотрел лады весты св кросс кто смотрел на эту машину кто видел уже эту машинку вообще огонь вот просто мне ее дизайн нравится просто до писать хочется кипятком туда поставь автомат туда посту туда сделай автомат все я думаю что это бы стал бы бестселлер и все бы реально только эту машину покупали но русская машина казалось бы на русском заводе сделано и так далее так далее но 800 тысяч рублей стоит то есть это все равно дорого начинаешь копать начинаешь смотреть начинаешь оценивать там оказывается очень большое количество импортных запчастей и в конечном итоге все это влияет то есть курс доллар влиять на две вещи так страхование в каско на две вещи первое это на цену покупки на цену покупки за сколько мы новый автомобиль будем покупать и курс доллара друзья какой фактор немаловажный или даже очень важный для именно страхования влияет на на нас на страховщиков что влияет, какой курс, то есть как курс еще влияет на нас. Мне больше нравится в рекламе музыка, но я рекламу еще пока особо не видел, они вроде есть на автомате. Нет, Татьяна, там не на автомат, там роботизированная коробка и все матерят этот автомат, поэтому это не совсем автомат. Процентная ставка ЦБ, ну это, кстати, тоже, тут еще такой фактор, что у нас инфляция, то есть на самом деле ставка Центрального банка 8,25, но на самом деле у нас инфляция еще ниже, то есть у нас очень маленькая инфляция сейчас, что-то там порядка 4%, и в итоге на самом деле ставка рефинансирования, она должна быть еще меньше, то есть скорее всего там ближайшие заседания, которые будут делать Центральный банк, она все будет меньше и меньше, если что-то сейчас кардинального не произойдет. Почему? Потому что сама инфляция очень низкая, но в итоге получается, что курс доллара влияет еще у нас, да, совершенно верно, Алексей, влияет на запчасти, то есть на ремонт, да, то есть влияет на ремонт. Поэтому увеличение цены на нефть приводит к тому, чтобы в итоге, конечно же, если там сильно Центральный банк не будет палить свои золотовалютные резервы или не будет там использовать рубль для этого, чтобы выбрасывать экономию, то в конечном итоге получается, что у нас должен снижаться курс доллара, у нас должна снижаться цена автомобиля, то есть если мы тот же самый автомобиль хотя бы, ну вот смотрите, хотя бы если на 10% не на 10, ну да, ну будем так, на 10% даже если цена этого автомобиля падает, то фактически у нас ежемесячный платеж, ну тоже там тысячи на полторы, грубо говоря, ну давайте в нормальной схеме, давайте процентов 8-25 наших поставим, хотя под такую ставку, конечно, розничных кредитов прям не будет, под травку ЦБ, если это не какие-то льготные программы. Ну вот уже 16, да, то есть если вот у нас цена хотя бы на 10% курс доллара упадет, а это что значит 10%? То есть сейчас 58, а будет где-то 52, например, курс, да, то при таком курсе люди будут ожидать, а вдруг сейчас завтра опять цена на доллар возрастет, а давай-ка я все-таки куплю ту машину, которую я боялся купить. И в конечном итоге у нас появляется очень большое количество проданных новых автомобилей, это раз. И второй момент, страховщики такие, о, ничего себе, ничего себе, смотрите, вроде как бы курс доллара устаканивается, вроде как бы снижается, это значит, что ремонт, который мы будем оплачивать, этот ремонт будет подешевле, то есть все-таки запчасти, которые мы будем везти там из Китая или какие-то оригинальные, то они будут подешевле, поэтому, а нам-то так хочется наконец-таки на доброволке начинать зарабатывать, а не на этом мучительном ОСАГО, давайте-ка мы попробуем понизить стоимость самих полисов. Да, и, ну, то есть это достаточно важный момент, то есть это достаточно важный момент именно стоимость ремонта. Почему? Потому что если кто помнит 2014 год, когда в конце 2014 года пошли, пошел тариф, знаете, что вообще страховые компании сделали? Кто помнит эту ситуацию? Кто помнит, как скакал курс доллара и кто помнит, как, соответственно, скакал, как в конечном итоге это отобразилось на тарифы по КАСКО? Напишите, пожалуйста, друзья, плюсик, если вы помните, как курс доллара скакал и напишите цифру 12, если вы помните, как происходило, соответственно, изменение тарифов по КАСКО. Если вы не помните, то напишите цифру 4, если ничего не помните. Так, ладно, тогда я вам расскажу. Короче, в какой-то момент страховые компании пытались постоянно реагировать на изменения, ну, то есть курс доллара растет, а они не знают, что делать, они не понимают, потому что они заложены на будущее определенная стоимость ремонта, они не знают, что делать. Они там через день присылают новые тарифы и так далее, и так далее, и в некоторый момент, если одни страховые компании, знаете, что сделали, они взяли и привязали стоимость тарифов к курсу доллара, то есть ты сегодня посчитал клиенту, там, за 85 страховку, завтра это будет уже 87, или завтра это будет 82, то есть зависимости от того, когда ты посчитал, то есть они взяли и, соответственно, свои страховки, не тарифы какие-то, а привязали к курсу, и каждый день ты рассчитываешь, и каждый день новая цена, это, конечно, был вообще просто кардибалет с поджогом. А тогда, если помните, все же побежали покупать новые автомобили, все побежали покупать новые автомобили, и, конечно же, спрос на каско тоже увеличился, и люди не знали, что делать, куда бежать и так далее, и так далее, то есть каждый день курс изменялся. Поэтому вот эти факторы, они, конечно, влияют положительно, но еще один немаловажный фактор, который влияет и очень положительно влияет на нас, как на страховщиков, друзья, напишите сами, как вы думаете, как вы считаете, какой еще есть экономический, макроэкономический показатель, который влияет на нас, как на страховщиков, да, который повлияет на наш бизнес. Как вы считаете и как вы думаете? Напишите, пожалуйста, какие есть варианты, какие есть варианты. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Стабильность, хорошо она у нас более-менее давно, стабильность ВВП. Да, Анталья, совершенно верно, то есть у нас ВВП за этот год выросло на 1,8% уже за накопленные 10 месяцев, а темпы роста там в сентябре больше 2%, то есть может получиться так, что у нас там год закончится 2 и может быть чуть больше процентов. То есть это, конечно, на самом деле небольшая сумма, ну то есть это не прям бум у нас и все вообще как бы мы теперь можем ничего не делать, не работать, у нас ВВП само растет. Нет, конечно, 2% это мало, иногда даже это в пределах статистической погрешности, но фишка заключается в том, что раньше-то все время он то снижался, то вообще не рос. Да, то есть это достаточно, не только кризис 2014 года привел к тому, что у нас ВВП начало снижаться, но и до 2014 года она тоже у нас не особо там росло, если вообще там ближе к нулю было. То есть сейчас впервые за последнее время у нас вот так выросла экономика, поэтому понятно, что если курс доллара пойдет вверх, то и в, ну соответственно, в денежное выражение, то есть в долларах наш ВВП тоже будет расти. То есть тоже будет расти. И это, конечно, отражается на каком? ВВП растет. На чем это отражается, друзья? На чем, на что это влияет? На что влияет ВВП? На что влияет валовый внутренний, рост валового внутреннего продукта? Как это отражается? Благосостояние, правильно, чье, Сергей, чье благосостояние? Чье благосостояние? Чье благосостояние? Совершенно верно, то есть народ начинает больше зарабатывать, то есть реально располагаемые доходы, сколько денег остается, завучить там налоговые всякие обязательные платежи, в итоге у народа появляется больше денег, в итоге занятость растет. То есть если была безработица, то из-за того, что экономика растет, ну народ прям начинает в тех или иных отраслях загружаться, да, то есть народа не найти. Там сотрудники становятся, сотрудники, Евгений, я включил, да, получится ли она или не получится, это совсем другой вопрос, да, это совсем другой вопрос. Поэтому у тех, у кого есть деньги, у тех, у кого есть деньги, что ты имеешь в виду у тех, у кого есть деньги? Но у кого есть деньги и были, и в долларах, и до кризиса, они и так себя прекрасно чувствуют. Полтора же миллиона автомобилей все равно же кто-то покупал в год, понимаете? Кто-то же полтора миллиона автомобилей все равно же покупал. Вопрос только заключается в том, что до этого их было 2,5-3 миллиона. В этом, соответственно, в этом как бы и вся фишка. И здесь, друзья, самый момент, почему я вот так долго вам еще раз повторяю, я, может быть, несколько вебинаров вам про это говорю. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы ухватились за этот новый тренд, прямо его схватили, понимаете? Очень важно схватить новый тренд. А в чем он заключается? А заключается он в том, что в какой-то момент пойдут продажи каска, пойдут продажи автомобилей резче, чем есть сейчас. И пойдут, соответственно, ну давайте я это сейчас нарисую по такой схеме. Смотрите, откуда это еще, в чем может все заключаться, да? Да, смотрите, например, страховая компания сейчас балансирует на грани там прибыльности, убыточности, плохо себя чувствует страховая компания. За счет чего она живет? Ну, например, она живет за счет того, что у нее вот такой объем продаж, да? Вот такой у нее объем продаж, да? Например, у страховой компании. Вот столько там у нее продаж. Фишка заключается в этой компании, у этой компании вот такие же издержки. То есть она столько же платит, столько же там выплачивает, столько же у нее там расходов на сотрудников и так далее. То есть она находится сейчас на данном этапе, а страховая компания находится на балансе, то есть выручка минус издержки, то есть примерно в ноль и плюс-минус что-то. Но смотрите, что, друзья, происходит. Как только повышаются продажи автомобилей, соответственно, вырастает средняя продажа. Вырастает продажу и у конкретной страховой компании. Следовательно, что произойдет дальше? А уровень издержек остается на том же уровне. Понимаете? То есть страховая компания, у нее увеличивается выручка, у нее увеличится выручка. И фактически вся эта выручка, которая вырастет, она будет прибылью. Понимаете? Потому что теперь вырастает не только прибыль компании, вырастает, а вырастает именно выручка. Понимаете? Общий объем. Эти же деньги не надо сразу идти отдавать, выплачивать. У страховой компании эти деньги остаются. И они такие опа, 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 нормально, нормально, нормально. Понимаете? Потому что в страховом бизнесе очень много кэша. И вот этот кэш приходит и так далее. И он сегодня пришел, а завтра его не надо отдавать, его надо отдавать через полгода, через 9 месяцев, пока убытки найдут и так далее. И сейчас, когда многие страховые компании находятся на уровне балансирования между жизнью и смертью, то сейчас из-за роста продаж показка они прям сразу себя замечательно начнут хорошо чувствовать. Что это, к чему это приведет? Это приведет к тому, что страховым компаниям понравится в таком формате жить. И что они начнут делать? Они начнут эти деньги тратить на рекламу, тратить на агентов. Для чего? Для того, чтобы закрепиться на этом новом уровне, для того, чтобы больше получать. То есть люди в конечном итоге сейчас все думали только об одном – это о прибыли. То есть настроиться таким образом, чтобы прибыль и убытки были, ну, соответственно, прибыль была положительной, и они за счет прибыли финансировались, то есть развитие и так далее. А сейчас получается из-за вот этого роста, то есть среднее количество проданных полисов, оно будет гораздо больше, просто из-за того, что растет рынок. И в конечном итоге страховые компании начинают оплатить больше комиссионного вознаграждения, начинают развивать агентскую сеть, начинают рекламироваться и так далее, и так далее. И вот здесь нам, ну, на этом, грубо говоря, на этой волне нужно попробовать поймать как можно большее количество клиентов. Почему? Потому что эти клиенты, которых мы застраховали в первый год, которых мы застраховали в первый год, мы будем страховать во второй, в третий, в четвертый, пятый, пока эта новая машина устаревает. Понимаете? Скорее всего, это будут кредитные машины, скорее всего, там КАСКО будет условно обязательным, и в конечном итоге получается, что мы, грубо говоря, будем все пять лет получать доходы по этим КАСКО. То есть сейчас у нас есть, у нас сейчас есть ОСАГО, который условно обязательный, клиенты вроде не условно, а обязательно, это как раз таки обязательно. И у нас клиенты бегут и покупают. То в этой же ситуации, если мы поймаем этого первого клиента, то второй, третий, четвертый, пятый год мы просто будем работать. Да, КВ увеличится, потому что страховым компаниям в моменте захочется, ну, тоже на это, понимаете, они это тоже прекрасно понимают, что если бум появляется на рынке, то им, конечно же, нужно вот так же попытаться схватить хороших клиентов, да, на новые машины, потому что новые машины, ну, всегда интереснее страховать, да, они всегда там не битые и так далее и тому подобное. То есть, конечно, страховые компании любят новые машины. Есть одна проблема в том, что если угоняют, то вся сумма, но с другой стороны, ну, вот таким образом, да, то есть я не помню почему. Сейчас не могу, на вскидку, не пойму, почему именно новые машины, но, насколько я помню, страховщики любят именно их. Да нет, ну, на самом деле, все зависит от того, что там осмотры, не осмотры старых автомобилей, износ-низнос, там вот эти все вещи начинаются, и в конечном итоге, то есть страховщики обычно страхуют не больше, там, 7 лет автомобиля, а некоторые только до 5, да. Скорее всего, это означает, я могу сказать, к чему это означает. Это означает, что когда новый автомобиль, ты новое крыло меняешь на новое, и с миллиона, когда ответственность миллион за машину, ты ее страхуешь 100%, то тогда без проблем страховщик, грубо говоря, тебе новое крыло разбил, и он тебе, соответственно, новое крыло и возместил. А когда машина уже старая, то там износ, то в итоге это крыло уже ничего не стоит, то водителю на самом деле проще там побить эти крылья, побить фары и на новые себе поменять. То есть у человека появляется мотив принудительно себе наносить ущерб, принудительно наносить ущерб своей, соответственно, страховой компании, своей машины, чтобы получить более новое возмещение и так далее, и так далее. Новые машины, да, и владельцы, совершенно верно, и владельцы, наверное, статистика страховой компании, что новую машину все ценят, ее там ходят, протирают, аккуратнее водят на машину и так далее, и так далее. И всегда смотрят назад, когда пытаются там припарковаться, а они просто, знаете, о, нашел там, да, все, дальше ехать нельзя. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь очень важно, здесь очень важно поймать вот этот хайп и разобраться в конечном итоге с этим видом страхования. Еще раз, друзья, у нас какая проблема с полисами ОСАГО? Какая основная проблема у нас с полисами ОСАГО? Какая у нас проблема с этими полисами? И, кстати, вот Евгений, который задавал мне вопрос, а что это за Евгений? Напиши, пожалуйста, как твоя фамилия? Так, бланков нет, ну, хорошо, бланков нет, но это не совсем, мы же и с электронами разбираемся, да? Могут отобрать, вот, хорошо, Алексей, что ты имеешь в виду здесь? Разверните, напиши, что ты имеешь в виду. КВ низкая, заставляет продавать с допами, ЦБ, ну, понял, хорошо, примерно, что ты имеешь в виду, оформить тяжело, но это все сегменты и так далее. Друзья, у нас риск заключается в том, что если завтра что-то на рынке ОСАГО произойдет, что-то такое, которое наши наработанные сейчас бизнес-схемы испортят, то что с нашим бизнесом в области автострахования произойдет? Как вы считаете, вот если мы работаем только в ОСАГО, работаем по одному принципу, у нас, и там что-то поломалось, что-то изменилось. Да, развал, конечно же, мы можем просто потерять свой бизнес, все, все, мы останемся у разбитого корыта. У нас, казалось бы, есть поляна, мы ее огородили, эту поляну, там посадили какой-то урожай, но в конечном итоге правила поменялись, и все, и мы должны закрываться, да? Но, а в этой ситуации, в этой ситуации, если мы начинаем диверсифицировать наш портфель, если мы начинаем продавать какие-то другие продукты, то в конечном итоге нам становится гораздо безопаснее. Я вам скажу, что рынок каска, он очень смачный, очень крутой, когда нормальная экономика, да? Потому что страховые компании конкурируют, они хотят, чтобы вы продавали, они вас облизывают, они вас целуют и так далее, и так далее. То есть сейчас вы, конечно, с этим, ну, вообще не сталкивались, вы с этим этого не видите, этого не чувствуете, да? Почему? Потому что, ну, сейчас такой чахлинкий рынок, страховщики не знают, что делать, не знают, куда бежать, там каждую копейку считают, там одна продажа настолько мало у некоторых страховых компаний, продажа полисов настолько мало, что они, ну, нормальную статистику собрать не могут, да? И, соответственно, ну, например, одно дело, когда ты страхуешь 100, то у тебя получается, ну, ты знаешь, что по теории вероятности ты на этом заработаешь. А когда ты страхуешь только 20 Toyota, да, то здесь статистика не так работает, и, собственно, страховая компания может взять одну Toyota, которая все убытки перекроет, и все, и надо это направление закрывать. А тут получается Эльдорадо, там 2-3 миллиона или 2,5 миллиона автомобилей продает, ну, я сейчас, конечно, так на максимум сказал, ну, может быть, почему, может быть и 2 миллиона в следующем году. И в конечном итоге страховые уже получают большой портфель, они уже готовы двигаться и по цене, и понимают, что ой-ой-ой, давай мы там какие-нибудь промоушены будем делать. И здесь, естественно, они начнут бегать по агентской сети, им будут вам говорить, здравствуйте, ребята, давайте вот это, нас продавайте здесь, а вот эта программа и так далее, и так далее. И фишка, ну, и фишка заключается в чем, что мы можем отвязаться от ОСАГО хотя бы на какие-то там 2-3 ближайших или сколько там вот этот рост продаж у нас появится. То есть мы отвязываемся от ОСАГО так сильно, как мы к нему завязаны, да, то есть если что-то там, какой-то бардак, какое-то комиссионное вознаграждение, то оно выросло, то упало, то цены на ОСАГО выросли, то еще что-нибудь произойдет, то они завтра введут этого единого агента и так далее, и так далее, и так далее. Не единого агента, ну, а что там у нас, е-гарант, который там, типа, не на сайтах страховых компаний, отдельно бери, заходи, страхуй, да, и, собственно, наш на направление там по электронной ОСАГО может частично просесть. Почему? Потому что, ну, клиенты, которым все равно какая страховая компания, они не будут там нам готовы платить за выбор хороших компаний там плюс там тысячу рублей, они будут готовы там 500 и так далее, и так далее, и так далее. И в конечном итоге, то есть сильно может просесть, а если мы акцентируем время своей силы и на КАСКО, то у нас появляется диверсификация бизнеса, и мы, по крайней мере, от этого направления начинаем не так зависеть, не так зависеть. Понятно, идеально, чтобы и ОСАГО, и КАСКО все замечательно, все работало, и мы были великолепно счастливы, но работаем с тем, что у нас есть. Я, опять же, прогнозирую, ставлю, что после того, как пройдут выборы, то, скорее всего, ну, с тарифами что-то произойдет. То есть тарифами произойдет, то есть они пытались, как вы помните, мы все натерялись на это, что произойдут изменения из заведения по ОСАГО натурального возмещения, но в конечном итоге ничего сильно на рынок не поменялось. Оказалось, что в некоторых регионах проще пойти деньгами отдать, чем через дилеров или через какие-то дорогие ремонтные мастерские восстанавливать, потому что ремонт и так дорого и получился. Ну и, соответственно, те тарифы, которые пока что считает Центральный банк, эти страховые компании очень устроят. Поэтому, скорее всего, я думаю, что в убыточных регионах, там, Крым, Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградская область, ну, кучу там регионов могут подняться тарифы, да, то есть могут подняться территориальные коэффициенты. А это значит, что у нас появится какая-то комиссия, она будет составлять, например, всего лишь 5%, да, а мы там с электронного ОСАГО зарабатывали там 15 или 20%, когда сверху свои деньги накидывают. Опять же, может все подняться. Поэтому здесь сейчас, как бы у вас, какой у вас рубилово бы не шло, какой синокос у вас по электронной ОСАГО не шел, вам, конечно… А, ну все нормально, да, 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 да. Я просто почему спрашиваю сегодня случайным образом одного из студента бесплатного тренинга, чуть сюда не пригласил на наш вебинар, я же с этим текст, ну, с этим мессенджером, с этой системой тестирую, и там вместо брокера на миллион хэштег я поставил бесплатный тренинг, и в итоге она проскочила сюда, смотрю, она на вебинаре, ничего себе какая тема. Да, увеличилось обращение ОСАГО жуликов, с натуральным возмещением увеличилось, ну, слушай, я не знаю, мне кажется, наоборот, по натуральным возмещению у жуликов больше геморроя, да, то есть страховых компаний больше механизмов, потому что этих жуликов там как-нибудь прижать, да, потому что они обычно брали один автомобиль, в нем попадали в аварию, получали деньги, и этот же автомобиль перебивали номера, шли, еще раз попадали в него в аварию, то есть у них постоянно битый автомобиль, который нужно было предъявлять. А здесь получается, что, ну, страховая компания ремонтирует, что страховщики будут, мошенники будут специально бить машину, ну, смысл, да, разбил машину, тебе обратно вернули, то есть они на этом не зарабатывают, поэтому, мне кажется, для мошенников стало сложнее. Мне жулики часто начали звонить, но по поводу чего они тебе звонили, тоже расскажи, интересно будет. Хорошо, в общем, давайте чуть ближе к КАСКО, ближе к КАСКО, в общем, я надеюсь, что у вас желание возникло, теперь давайте попробуем с вами побежаться по бизнес-процессу, как он вообще работает в Питере и, естественно, как он будет работать в вашем регионе. Я надеюсь, презентация...